Добрый день! Меня зовут Лена, я ведущая программы «Проповеди по понедельникам». Я хотела бы сегодня поделиться с вами историей, которую можно назвать «История под Рождество». А началась она давно, лет 12 назад. Пастор Абай говорит, что вера – это не чувствование или всплеск эмоций. Вера человека – его осознанное решение принимать Иисуса Христа своим Господом. У каждого верующего христианина есть родословное, и это родословное Иисус Христос. Ронни был крещен от роду несколько дней в католической церкви. Я в православной церкви крестилась, когда у меня уже было трое детей. Но как дети Божьи мы осознанно родились в церкви пресвятарианской, в церкви Радость, где пастором тогда служил миссионер из Кореи, пастор Дэн. И вот тут мы услышали ответы на многие наши вопросы. Для меня было очень необходимо знать, почему Иисус, который меня любит, дал мне такую тяжелую жизнь. И ответы мы находили в Евангелии. Когда мы приехали из Казахстана в Бельгию, то у нас была изоляция, голод, духовный голод. И мы тогда нашли церковь, в которой мы чувствовали себя хорошо. Как будто рядом собрались родные люди. В этой церкви мы пели, прославляли Бога. Проповеди читались на нидерландском, но я понимала их лучше, чем Рони, наверное, потому что я их слушала сердцем. А Рони концентрировался на каждом слове и уставал. И в этой церкви мое внимание привлекла женщина Марсела. И в сердце мне было сказано, подойди к ней и познакомься. Мне было неловко, но в то же время я не могла это не сделать. Я пришла к ней и представилась, что вот я и Рони, мы верующие, и мы бы хотели с ней дружить. Ну, так. Прошли годы, Марсела стала нашей духовной сестрой. Это еще больше, чем просто родной сестрой, нашей духовной сестрой. Она вдова. Когда я с ней познакомилась, ей было 86 лет, но выглядела она прекрасно. Всегда одухотворенная, всегда красивая, подтянутая. Мы, когда к ней приходили, мы тоже должны быть такими же потянутыми, красивыми. И просто так к ней прийти просто не подобало нам. Сначала она нас духовно вела, помогала нам советами, потому что она и муж ее были вдохновителями создания церкви, куда вот мы ходили. И в свое вдовство она переносила очень стойко. И вообще это была очень стойкая женщина в вере. С годами ее силы уходили. И она часто оставалась дома одна и очень жаловалась нам. Вы понимаете, говорит, я не могу никому служить, ведь я столько знаю, я могла бы поделиться, почему Бог создал мне такую изоляцию. Но в то же время она говорила, знаете, а когда я молюсь, я навещаю своих родных, как будто я бы вместе с ними. Но иногда она говорила нам, что она просто громко взывала к Богу и просила Его дать ей служение. Последние два года жизни Марсела стала сдавать. Главное, что до этого она жила одна и все в доме всегда было красиво, хорошо убрано. Она вела свои дела самостоятельно. И однажды она упала. После этого ее госпитализировали. И я увидела всю церковь в сборе вокруг ее кровати. Надо сказать, что мы недолго ходили в эту церковь, потому что нас признали недостойными для причастия, не объяснив сути. Просто сказали, вы не должны принимать участие в хлебопреломлении, потому что вы живете с Рони, мы с Рони живем без венчания и без регистрации брака. Но у нас не было такой возможности. Как только она пришла, мы это сделали. Но тогда нас просто отдалили от церкви. И мы больше туда не ходили. Но отношения с Марцеллой мы не прерывали никогда. И вот сейчас, когда ей стало плохо, я увидела всех своих, моих сестер по вере. И это была очень радостная встреча, хотя Марселе было очень сложно. Она даже кричала от боли. И верующие из церкви евангелистской как-то чувствовали себя неловко. Ну, не должен крестьянин так кричать, говорили они мне. Какое-то время ее попытались положить в дом для престарелых. И самое удивительное, что через два месяца сказали, что она не подходит никакому дому, потому что у нее слишком ясный ум, и она слишком много видит. И поэтому ее опять отправили домой. Но мы тогда ее чаще всего навещали, помогали где могли. Но всегда она нас встречала подтянутой. Всегда она даже старалась выглядеть по-женски, так элегантно. И, к сожалению, время пришло, когда ее принимали... Она не могла жить одна. И ее поселили в специальное заведение, в специальный дом до последних дней жизни. За ней должны были ухаживать, и ухаживать хорошо. Слава Богу! И в это время она тоже жаловалась, ну, мне говорила, посмотри, Лена, куда меня поместили? Здесь нет ничего моего. Ну, я по-христиански отвечала, Марселла, ты что, лежишь на улице под дождем, и тебе некому воды подать, потому что у тебя жажда? Она посмотрела так на меня удивленно. Я говорю, почему ты жалуешься? Посмотри, какой у тебя дом! Вот твои картины, вот твои фотографии, все вокруг, постель, все так ухоженно, и кресло, на котором ты сидишь, оно особое. Да, у нее было особое кресло, но с каждым днем у нее болело тело. И было очень тяжело. И я иногда делаю массаж, и опять-таки радовалась тому, что к ней приходят из церкви, приходят верующие братья и сестры каждый день. Тем более они приходили, потому что знали, что мы как сосланы, мы помогаем Марселе, а они соревновались с нами. Они должны были помогать Марселе еще лучше и больше. Вот, и я говорю Марселе однажды, Марсела, ты так просила Бога, чтобы Он дал тебе возможность служить. Посмотри, тут церковь, которую ты создавал, и которая сейчас претерпевает большие изменения, потому что люди, создавшие церковь, церковь разъехались, а другие были против своего пастора. Им не понравился пастор, его убрали, и поэтому эта церковь решилась духовного лидера. Конечно, это очень сложное время для церкви, и все собирались к Марселе, и я говорю, вот смотри, вот сейчас ты служишь своей церкви, твоя немощность объединяет всю церковь. Марсела, ты должна радоваться. И вот однажды меня вызывает коридор, пришли люди из церкви, и меня тихонько так говорит, Лена, пойдемте, мы вам что-то скажем. Мы собрались в коридоре, и тут мне говорят такую вещь, вы знаете, мы должны молиться, чтобы Марсела скорее умерла. Как это? Я говорю, как это молиться? Разве мы можем молиться за это, чтобы она умерла? А вы знаете, вот она вот, когда вот ей неудобно, когда она вот кричит от боли, вы понимаете, она типа позорит имя христианина, ведь все знают, что она христианка. Я говорю, ребята, да вы что? Ведь это должно Богом решено, когда ей приходить. Мы не должны ни торопить, ни оттягивать. Это чисто, ну, Божье дело. Ну, тогда я не молилась и как-то убедила людей в том, чтобы мы молились за ее здоровье и облегчение от боли. Хорошо, что тогда был Ронни и он меня поддержал в этой молитве. Вот, но проходит месяц, Марселя становится все хуже и хуже, хуже и хуже. И вот однажды мы пришли к ней днем. Вообще-то церковь создала такие условия, как это расписание, по которому к Марселе приходил кто-то из церкви, чтобы не все вместе. Хотели и нас с Ронни вписать в это расписание. Мы с Ронни отказались, сказали, когда мы можем, тогда мы приходим. Вот, и мы как раз приходили, была Анна-Мария, и очень скромная женщина, христианка, и мы с ней говорили о своих историях, чтобы Марсела, когда она слушает кого-то, она успокаивается и более-менее ее беспокоит. Она даже задремала, дверь открывается в палату, входит доктор, он одет, он устремляется к Марселе и говорит ей, ну что, дружок, давайте мы начнем уколчики-то делать. Марсела говорит, какие уколчики? Ну как же, мы же договаривались. И тогда и я, и Анна-Мария понимаем, мы с ней вместе посмотрели друг на друга, и Анна-Мария мне зашептала то, что мы понимаем обе, что пришло время, что ее все-таки хотят умертвить. Эвтанази. Понимаете, как Марсела дала свое... Марсела, она подписала доверенным лицом одного из лидеров церкви, это женщина, ну, допустим, она будет Николь. И вот Николь уже за моей спиной, за нашей спиной, она договорилась с доктором, что пришло время Марселу конец создать быстренько, чтобы она умерла. Пришло время ее, ее смерти. И вот это был шок. Сначала мы с Анной-Марией смотрели друг на друга, потом на доктора в недоумении, и не можем понять, что вообще происходит на наших глазах. И тогда доктор сам испугался и разделся, и стал проверять давление, и говорит, это домашний доктор, я посмотрю, Марсела, как ты себя чувствуешь. Мы успокоились, но этот разговор состоялся, состоялся он не при Марселе, с тем доверенным лицом и тем, кто ее поддерживал в этой церкви, о том, что надо, пришла освободить Марселу от страданий. Ну, я говорила, ну, как вы это понимаете? Представляете, придет Марсела к Господу, а двери будут закрыты, она будет стучаться, ее спросит, кто ты такая? Я Марсела. А кто тебя сюда позвал? Да вот Николь, она решила, что мне пора идти к Божьему Царству. А вдруг ее там в это время не ждут? Ведь все сроки у Бога. Ребята, что мы делаем? Нам так нельзя поступать. Ну, опять проходит некоторое время, через месяц. Марсела уже больше лежала, чем сидела. Мы к ней стали ходить, с Рони приезжать, ну, как к родной, каждый вечер. И я понимала, при мне уже медсестра, которая на ночь, ну, вместе с медсестру, я помогала уложить Марселу на ночь, вот, потому что она любила, когда именно я за ней ухаживаю, вот. И я увидела, что началось уже, ну, ее умерщвление морфием, то есть пластырь, и каждое время, ну, каждый там какой-то период все сильнее и сильнее давать ей морфин. Что мы могли сделать с Рони? Ну, я вот и пела, и прославляла Бога. Я пела тихонько, вечером. Все песни, которые знала прославление, на русском пела, на нидерландском пела, прославляла Бога. И в это время к нам пришла, приходила странная женщина. Она верующая, но она больная. У нее, видимо, с рождения ей был такой синдром, где она плохо концентрировалась, ей плохо давалась учеба. Вот, потом у нее была травма, и она была инвалидом, психическим заболеванием. Иногда Марсела мне жаловалась, вот она придет, она что-то такое мне грубо сделает. Я говорю, Марсела, вот она-то делает от всего сердца. Ты радуйся, что она может тебе послужить, потому что для нее это очень важно. Вот, и она приходила, и она слышала, как я пою. Видимо, она рассказала в церкви. И вот однажды, в это время я пришла к ней уже не так поздно, пришла одна, без Рони. Рони меня просто привез, я хотела побыть с Марселой, потому что в это время она говорила, ну, что, когда она говорила, она нуждалась в нас. И говорила иногда пророческие вещи. Вот, и мы, я прихожу и вижу, что с ней пришел лидер церкви, мужчина, и он собирается с ней тоже петь. Ну, это не получалось. Она стонет на кровати, а он поет. Я говорю, подождите, я сейчас ее напоила, уложила, так хорошо. А теперь, говорю, давайте будем петь. Пришла его жена. Случилось чудо. Вы знаете, такое бывает очень редко. Мы стали петь. Я пела то, что я многие знаю, песни на нидерландской, мы пели вместе. И вот в это время Марсела нам подпевала. Она перестала чувствовать свои боли. Она пела вместе с нами. Мы, наверное, час, это как минимум, мы пели, прославляли Бога, и умиротворенная, она уснула, Марсела. Боже, это такое чудо, это такое общение с Богом. Вот. И мы с Роней каждый раз уходили, молились, чтобы Господь облегчил ее страдания. Но самое страшное было в том, что когда Марфин ее лишил речи, она уже не могла нормально говорить, но она не могла даже сказать о боли. А я видела по глазам, как ей было больно, как ей было больно лишать Господь. Она даже не могла кричать, она даже не могла жаловаться. Она теперь тихо умирала, но умирала, как крестьянка. И вот эта женщина, которая вам говорила, Мия, инвалид, она приходила вместе со мной, и часто вместе мы с ней оставались с ней, пока Марсела не уснет. Вот она и я с Марселой. И вот настало последнее время, буквально последние дни, и вдруг Мия заплакала. Она плакала, она взрыт. Я говорю, Мия, что происходит? Марсела спит, все хорошо в этот день. Она говорит, а вы знаете, вот Марсела умрет, и я вам буду не нужна. И мы тогда с Роней, учитывая слезы, сказали, нет, Мия, мы будем с тобой. Теперь мы будем с тобой. Всегда. Она умерла, Марсела тихо, спокойно. И на ее могиле, когда ее хранили, я просто зачитала два стихотворения. Я вам прочту одно из ее стихов, которые она посвящала Богу. Когда был пастор Абай вместе с женой и с ребенком, он навещал Марселу, у нас в гостях он был, и он сказал мне, ты эти стихи, говорит, переведи. Ну, я вам сейчас не буду говорить перевод, я просто прочту с нидерландского свой перевод. Называется, «Если бы я…» Если бы я крепко держала Иисуса Христа за руку со всей моей маленькой силой, то тогда бы я в вечности гуляла, порхала и никогда бы не увидела, как сияет благодать Божья, которая меня ждет. Если бы я держала Иисуса так крепко, как могла, то я бы потерялась в долине смерти и уставшая от жизни и от борьбы. Но в глубине моей есть чудо, по которому я знаю, что когда я выпущу руку Иисуса из своих рук Он будет меня держать. Вот ее стихотворение. Ну, а теперь я хотела бы закончить свой рассказ именно о Мии. Мия, она не могла содержать свой дом. Ее психическое заболевание было настолько сильно, и она каждый раз плакала, что она, как христианка, позорит все христианство, потому что у нее в доме ужасные условия, потому что она не может убрать, потому что в доме хаос, там хаос. Мы помогали Роне, как могли. Я делала тропинку среди этого хаоса только для того, чтобы пройти к креслу и сесть, потому что даже готовить уже было невозможно. Все лежало, там все машинки, самая дорогая кухонная утварь была у нее. У нее было только два пылесоса наверху, три внизу, и они не находили, не работали, они все были завалены. Как разобраться с этим? Она все время плакала, иногда, когда она звонит, Роне говорит, я не чувствую, что присутствие Бога, я, наверное, уже даже не христианка. Роне говорит, а как ты должна чувствовать? Он что, должен прийти к тебе чай пить? Он всегда с тобой. Даже когда ты не знаешь, он с тобой, мы поддерживали ее, мы молились ей, и она изолировалась от всех. Но я знаю, что и верующие в этой церкви приходили, поддерживали к ней, наставляли ее, она потом плакала. Они не понимают, как мне плохо. Я говорю, мы не будем искать, кто понимает, а кто не понимает. Иисус тебя понимает. Но в конце концов, у меня опустились руки, я понимаю, что ей нужна помощь, уже психологическая помощь, поддержка. И это прошло уже несколько лет, наши все усилия, они увенчались успехом, и я молилась, говорю, Бог, мне ничего не получается, но ты, прошу тебя, сделай чудо. просто чудесным образом убери у нее в доме. Я не знаю, как это будет, но я даже ей говорила, что если даже ты попадешь в больницу, есть такие специальные приюты, то это тоже, ну, Божья благодать. Я читала проповеди пастора Бая по телефону, как я могу, потому что иногда она с нами не общалась так в открытую. И вот недавно, совсем недавно, вы знаете, когда, этот день, когда все было против меня, ну, все против меня, даже этот фильм не получался, потому что мне кто-то всегда мешал, Ронни приходил не вовремя, кто-то не вовремя звонил, то у меня вообще зарядка кончалась, я никак не могла сделать этот проповедь пастора Баяфи. И у меня руки опустились во всех отношениях, у меня просто денег нет, мы хотим подарить, сделать подарок, у нас нет денег. Даже она такие, ну, в общем, все было против. И мы, она нас позвала в гости, и мы, сколько мы долго не ходили, и мы пришли там, домой, я как увидела, я обобляла. Такой красивый дом, все убрано, все настолько достойно, достойно убрано, достойно, картины богатые висят, и все на местах стоит. Боже, я увидела присутствие Бога, истинное присутствие Бога. я плакала от восторга, как Он близко к нам, как Он держит нас за руку, даже когда мы Его не видим. Так будем же этой надеждой жить во имя Иисуса Христа. Спокойно.